Привет, Страж! С тобой снова канал Triple Vibe, я Джонни Лейни, и в этом видео, как вы и просили, я поделюсь советами о том, как эффективнее всего, быстрее поднять уровень силы в дополнении военный разум. Признаюсь, в релизную неделю я сам немного облажался, не успел выполнить все рубежи в правильной последовательности, и потому догонять уровень силы было не очень просто. Вам я эту задачу упрощу. Научитесь на чужих ошибках. Только не надо вот начинать песню о том, что зачем учить, как быстрее свой тебе с того малый контент. Каждый проходит игру в комфортном для себя темпе. И в моем, сука, темпе! Да, так что вам решать, гнаться за быстрой прокачкой или нет. Кому как, а мне нравится, что в этот раз максимальных показателей получить чуть тяжелее, чем в предыдущем DLC. Хотя, читая анонсы от разработчиков, я надеялся, что прокачка будет еще больше замедленна. Для начала отдельно еще раз обозначу. Максимальный уровень силы после релиза дополнения 380, плюс 5 единиц за счет легендарных модов от оружейника. Итого 385. Как мы будем стремиться к этой цифре? Итак, мы встретили недельный ресет. Что дальше? У нас обновились все рубежи, все активности, и каждый вендор ждет нас к себе с особыми поручениями. Но прежде чем приступить к выполнению их заданий, у нас есть сюжетка. Перед ее прохождением, кстати, рекомендую поднять свой уровень до 30-го, выполняя публичные мероприятия на других планетах. Это здорово упростит вам прохождение миссии и сэкономит время. Затем проходим сюжет и стараемся добиться цифры в 345 единиц силы. На раннем этапе вам может стать полезен даже Криптарх. Он продает легендарные инграммы на 340 единиц силы. Когда добьемся заветного уровня в 345, открываем вкладку рубежи на орбите и выбираем с чего начать. Нас интересуют рубежи с мощной наградой. Это та награда, которая гарантированно даст вам лут с уровнем силы выше. К таким рубежам относятся прохождение сумеречного налета, трех героических налетов, призыв к оружию, рейд львиапан, опыт клана и горячая точка. Кстати, с рубежом опыт клана сейчас баг, так что не торопитесь получать за него награду, Хоторн вас обманет и отдаст жмот уровнем ниже вашего. Но если вы уже получили, то на следующей неделе банджи обещали дать вам инграмму в инвентарь с ресетом нормального уровня силы. Выполняем один рубеж и получаем примерно 350 единиц силы. После этого попробуйте поднять уровень силы с помощью легендарных инграмм и публичных мероприятий. Если у вас получится с их помощью на этом этапе добавить хотя бы 2-3 единицы, то это уже будет хорошим результатом. Экзотические инграммы, кстати, напомню, будут дропать шмотки с таким же уровнем силы, как и легендарные. Это изменение дополнения военный разум. Затем возвращайтесь к выполнению оставшихся рубежей с мощной наградой и поднимайте лайт настолько, насколько это будет возможным. Выполнять рубежи лучше в последовательности такой. Горячая точка, репутация клана, героические налеты, призыв к оружию, сумеречный налет. После завершения всех этих рубежей собирайте команду и проходите рейд Левиафан, Логово. А если вы живете в идеальном мире, где всегда есть опытная команда, которая всегда готова отправиться на рейд, то еще и престиж постарайтесь закрыть. В итоге 365 силы минимум у вас должно получиться довольно легко. Главное, обратите внимание, что если вы качаете одного персонажа, то проходить рейды нужно именно сначала на нормальной сложности, а на престиж отправляться уже за твинка, заранее пройдя за него сюжетку и перекинув оружие с нормальным уровнем силы с первого персонажа. Потому что с престиж сложности рейда падают только шмотки, и это позволит вам здорово сэкономить время. Кстати, анграм из сундуков рейда тоже с мощным снаряжением, так что их открывайте сразу после получения. Не забываем и про испытания девяти. Закройте эту активность вместо рейда, если пвп вам больше по душе, или отправляйтесь за наградой к девяти после рейда. Ну вот, в общем-то и все. Основные моменты назвал. Если у вас есть какие-то лайфхаки, а я знаю, что наверняка они есть, которые еще помогут упростить процесс, пишите их в комментариях. Не забудьте посмотреть предыдущее видео и подписаться на канал. Если любишь Destiny, то ты найдешь тут еще много интересного. Счастливо!